Ну и посмотрим состояние сначала среднего ушка. Следить с младенчеством, беречь в молодости и сохранять в зрелые годы. Без слуха не узнаешь тембра голоса любимого человека, пение птиц, шумы целого мира. Врач-сурдолог Валентина Харитонова на протяжении 12 лет лечит ульяновцев. Каждый день осмотр назначения, все идет по плану на знакомом оборудовании. Но с появлением натянутых отношений со странами Запада пришлось осваивать новую технику для диагностики. Ранее для проверки слуха и состояния органов использовалось итальянское и испанское оборудование. Но с марта этого года пришлось испробовать российские аналоги, потому что заграничные производители отказались поставлять комплектующие. Например, в арсенале доктора сейчас Аудиосмарт, созданный в Иваново. Это оборудование, которое позволяет посмотреть все нарушения слуха, как у взрослых, так и у детей. То есть можно обследовать состояние среднего уха, это тимпанограмма, состояние слуховой трубы, это, например, тест слуховой трубы. Можно провести другие импедосометрические исследования. Прибор из города Невест врачам пришелся по вкусу. Все опции на родном языке и качество на высоте. Очень удобный интерфейс. Он на русском языке. То есть если иностранные компании, врачи не владеют английским языком, то достаточно сложно программировать. Это как бы наша аппаратура поднаточена на русский язык. Здесь в этом удобнее. Если диагностическое оборудование не вызывает вопросов, то местным производителям слуховых аппаратов стоит поднажать. Да, цена по сравнению со швейцарскими не кусачая, но и качество чуть хуже. Но, как отмечают медики, продукция из российского фрязина все равно пользуется популярностью. Разборчивость повышать, шумоподавление повышать, но качество достаточно хорошее. Здоровье и красота идут рука об руку, даря чувство уверенности каждому человеку, считают специалисты эстетической медицины. И женщины, и мужчины обращаются к косметологам за продлением молодости. Один из популярных препаратов, американский ботокс, на основе ботулотоксина пропал с российского рынка. С его помощью можно было разгладить следы времени в виде морщин, расслабляя излишне активные мышцы лица. Но, несмотря на жест прощания из Штатов, в России все же инъекции остались в наличии. Наши фармкомпании давно выпускают аналог омолаживающего снадобья. Врачи-косметологи тоже поддерживают отечественных производителей. Пилинги для сияния кожи, уколы ботулотоксина для молодости, филлеры для чувственных губ и очерченных скул. Все чаще используются именно российские препараты. Отечественный релотокс уже давно избавляет от морщинок приверженцев эстетической медицины. Цена за единицу препарата не особо разнится с американским собратом, но эффект не уступает. Расслабимся. Еще разочек удивимся. Расслабимся. Ага, удивляемся. Угу. Угу. Удивляться наличию препаратов точно не стоит. До времен российского подъема в индустрии красоты косметологи закупали и материал в Южной Корее. Пациенты счастливы, что они могут оставаться красивыми. Ну, есть, конечно, такие пациенты, которые все-таки любили. Если зарубежные, значит, хорошие. Это абсолютно неправда. Наши препараты тоже хорошие. Потихонечку перешли, начали с более легких процедур. И, соответственно, там пришли на релотоксы, ботулотоксины наши отечественные. Корейские филеры гиалуроновой кислоты востребованы у россиян. И стоят чуть дешевле французских аналогов, почти пропавших с российского рынка. Инъекции могут обойтись примерно на 3000 дешевле по сравнению с уколами производства Евросоюза. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ. Виктория Черкова, Александр Кудряшов.